В станице Анастасиевской приступили к освещению отдаленных улиц. Насколько выросли тарифы на коммунальные услуги с началом 2018 года? Где будут оборудованы крещенские купели? Об этих и других событиях города и района смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». С 1 января в нашем районе по решению региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края повышены тарифы на холодную воду и водоотведение. Цена 1 кубометра питьевой воды составит 32,58 рубля. За водоотведение придется заплатить 44,30 рубля за кубометр. С 1 июля 2017 года планируется еще одно повышение цен. Стоимость питьевой воды не изменится, а вот за водоотведение вырастет до 46,52 рубля. В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением стоимости услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на основании приказа региональной энергетической комиссии Департамента цены и тарифов Краснодарского края с 1 января 2018 года увеличен тариф на захоронение, обработку и обезвреживание отходов на полигоне твердых коммунальных отходов. Жители, имеющие договорные отношения с предприятием «Чистый город», теперь должны будут оплачивать услуги по сбору и вывозу отходов из расчета 74 рубля за одного человека. В станице Анастасиевской выполняется освещение окраинных улиц. По словам главы поселения Александра Симко, на прошлой неделе на улице Шевченко было установлено 10 светильников. Из средств бюджета поселения для этих целей потрачено 154 тысячи рублей. Новая линия освещения протяжённостью 720 метров. Кроме того, в январе планируется осветить шестью новыми светильниками окраин на улицу Северную на хуторе Ханьков. Протяжённость линий составляет 300 метров. Планируется на эти цели выделить 70 тысяч рублей. В Славянском районе стартовала диспансеризация населения. Её цель – раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Для пациентов диспансеризация бесплатна, её финансирование берёт на себя государство. В этом году диспансеризацию могут пройти граждане определённых годов рождения. Уточнить, каких, а также получить более подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации можно в регистратуре первой поликлиники. При себе иметь полис ОМС, паспорт. Телефон регистратуры 44530. 19 января весь православный мир будет отмечать крещение Господне. На Руси издревле считается, что купание в этот день способствует очищению от грехов и исцелению от различных недугов. В Славянском районе окунуться в крещенскую воду можно будет в двух специально оборудованных местах. Это в хуторе Прикубанском и посёлке Забойском. Там будут оборудованы специальные крещенские купели. Организовано дежурство медиков и спасателей. В избежание несчастных случаев не допускайте никаких стихийных купаний на крещение. Совершайте их только в указанных местах.